Всем привет! Вы на канале Рецепты Просто! И в этом видео приготовлю 3 вкусных блюда из брокколи. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео и готовьте уже проверенные рецепты. Вообще брокколи очень полезная капуста. Считается диетической, так как на 100 грамм продукта приходится всего лишь 34 калории. Укрепляет иммунитет, борется с диабетом, сохраняет здоровье костей, препятствует простуде и замедляет старение. В этом видео покажу, как приготовить очень вкусный и нежный суп-пюре из брокколи. Готовлю на 2 порции. Чтобы приготовить суп-пюре из брокколи, нужно взять брокколи. Я взяла 500 грамм сливки 150 грамм, картофель, лук, морковь и 2 зубчика чеснока. А также оливковое масло и соль, перец по вкусу. Сначала отвариваю брокколи. Ставлю кастрюлю и жду, пока закипит вода. Вода закипела, кладу брокколи. Варю 10 минут. А пока капуста варится, готовлю заправку. Нарезаю лук кубиками. Морковку соломкой. Морковка соломкой. Чеснок также кубиками. Все готово. Буду обжаривать овощи на сковороде. А пока почищу картофель. Капуста уже сварилась. Можно ее доставать. Теперь варю картофель. Варю 15 минут. За это время сделаю заправку. Разогреваю сковороду. Наливаю масло. Обжариваю овощи. Сначала лук, морковь, затем чеснок. Картошка почти сварилась. Солю ее. Добавляю заправку. Варю еще 5 минут и сливаю воду. Но не всю. Оставляю примерно так. Затем толкушкой толку сваренные овощи. К этой смеси добавляю брокколи и сливки. Вареное брокколи можно порезать поменьше. На этом этапе можно добавить молотый перец. 2 минуты покипит. Перекладываю блендер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Взбиваю вот до такой однородной массы. До кашеобразного состояния. Ну что ж, суп-пюре из брокколи у меня готов, можно пробовать Но сначала сделаем красиво, украсим наше блюдо. Для этого я оставила вареное брокколи и добавлю немного семечек. Это семена льна, подсолнечника и кунжута. Также можно добавить сухари. В тему будут чесночные сухари. Вот такое получается красочное блюдо. Еще чуть-чуть добавим семечек. И вот что получилось. А получился вкусный, легкий суп-пюре из брокколи, который готовится быстро и просто. В этом видео хочу предложить рецепт приготовить брокколи в кляре. Похоже на мясо, но даже еще вкуснее. Для этого я беру 1 кг брокколи, 3 яйца, специи паприку, соль, перец по вкусу, масло подсолнечное для жарки и сухари. Вот все ингредиенты, которые нужны будут, чтобы приготовить брокколи в кляре. Отвариваю брокколи 10 минут в подсоленной воде. Это нужно для того, чтобы убрать горечь. Далее выкладываю брокколи на одноразовую бумажную салфетку, чтобы убрать воду. Делаю кляр. Для этого я взбиваю яйца со специями. Брокколи остыла, делю соцветия на части. Теперь опускаю в кляр и посыпаю сухарями. Далее разогреваю сковороду, наливаю масло и буду обжаривать. Обжариваю с двух сторон на умеренном огне до образования золотистой корочки. Вот уже одна сторона подрумянилась, можно уже переворачивать. Ммм, какой аромат уже стоит! Капуста готова, выкладываю ее на бумажную одноразовую салфетку. Даю стечь лишнему жиру. Таким же образом готовлю вторую партию. Переворачиваю и обжариваю с другой стороны. Ой, как подрумянилась классно! Вообще я люблю хрустящую корочку. Думаю, вы тоже. Далее также выкладываю на салфетку и даю стечь лишнему жиру. Ну что ж, все готово, можно пробовать! И еще приготовим блюдо на завтрак. Омлет с брокколи. Для омлета я взяла 3 яйца, молоко, брокколи и чеснок. Брокколи заранее разморозила, теперь буду его варить. Зачем? Для того, чтобы убрать горечь. Ставлю кастрюлю, наливаю воду и отвариваю брокколи. Достаю брокколи и нарезаю чеснок. В таком нарезанном виде чеснок сохраняет свои свойства. Капуста остыла, теперь можно разделить ее на соцветия. Теперь готовлю омлет. Выливаю молоко, разбиваю яйца, немного солю. По желанию можно добавить перец. И все хорошо взбиваю. Ставлю сковороду, наливаю подсолнечное масло. Немного обжарю брокколи с чесноком. И залью взбитой смесью. Накрываю крышкой, готовлю около 3 минут. 3 минуты прошло, открываю крышку и омлет с брокколи готов. Ммм, вы не представляете, как же вкусно пахнет! А сами приготовьте омлет с брокколи на завтрак и оцените этот вкус. Есть даже такое поверье, люди, которые едят на завтрак омлет, заряжают весь день на успех. Если видео понравилось и было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и делитесь с друзьями вкусной и полезной информацией. Ну, а я всем желаю хорошего настроения и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok